А сегодня у нас по плану разобраться с ростом биткоина выше 7 тысяч долларов и оценить шансы на взятие восьми. И сейчас Тон уверен, что пора биткоину проявить себя и показать, кто тут папа. Цена биткоина должна быть ровно 8 тысяч долларов в день халвинга. Рад приветствовать на канале Коинпост. Ровно два дня назад я тайно выкрал паспорт и попробовал сбежать, сказав, что просто выйду в магазин. Но погоня была стремительной и поэтому я снова с вами и снова без паспорта. А так как сегодня не 1 апреля, то прекращаю шутить и рассказываю, что с каналом все в порядке и не стоит волноваться. Мы получили много сообщений в личку, мол, а что случилось с диктором? Что за новые темы? Даже были предположения, что канал продан. Единственный правильный ответ на все эти вопросы заключается в том, что мы действительно решили делать больше видео и расширить тематику. А так как живым людям нужно периодически спать, в команду был приглашен новый автор и человек действительно старался. Что будет дальше? Наши стандартные рубрики с прогнозами или итогами недели, а также остальные видео про торжественное шествие биткоина к захвату мира никуда не исчезли и будут выходить с той же периодичностью. От новых тем и рубрик мы тоже не будем отказываться. Но получив ваш фидбэк, за который спасибо, данное направление попробуем скорректировать в сторону улучшения. А сегодня у нас по плану разобраться с ростом биткоина выше 7 тысяч долларов и оценить шансы на взятие 8. А также отдельно вспомним про надвигающийся халвинг и какой будет цена. Кроме этого запускаем новый сезон лиги прогнозов CoinPost. Лучший повод посмотреть этот ролик полностью. И напоминаю, что каждая новая подписка на наш канал приближает тот самый захват мира биткоином. Мы начинаем! В прошлом видео с прогнозами автор канала Криптозомби был самым большим пессимистом. Но биткоин все же поднялся выше 7 тысяч. Ну что же, предлагаю тогда сегодня его поставить первым. Дадим этому парню шанс реабилитироваться. Согласно теханализу от Криптозомби, биткоин пробил верхнюю границу треугольника. И сейчас курс уперся в сопротивление от нисходящего канала, который начинается с февраля. Цена уже дважды поворачивала вниз от этой линии. Текущее сопротивление на 7400, и мы снова видим настроение на возможный откат. Также на графике рисуется огромный медвежий флаг. И биткоин как раз находится посередине этой фигуры, что угрожает повторением дампа 12 и 13 марта. Но тогда мы помним, что причиной был обвал на фондовом рынке. Но к этой теме я вернусь в финале ролика. Криптозомби советуют смотреть на 21-недельную скользящую среднюю. Ту самую, что так любил Олесио Растане. Но в последнее время он не уделяет достаточно внимания биткоину. Так вот, эта линия придавала отличное ускорение рынку в качестве поддержки во время роста весной и первой половине лета в прошлом году. А сейчас мы находимся ниже этой линии. Она проходит примерно на 7800 и выступает основным сопротивлением для биткоина, если он соберется идти на 8000. Итого, мы снова получили не самый оптимистичный прогноз. Но посмотрим, что будет дальше. Ведь следующим идет главный биткоин-медведь Тон Уэйс. Ух, это наверное мой самый сложный разбор прогноза о Тоне Уэйсе. Но думаю, я справился. Итак, главный посыл в том, что Тон не собирается слушать Питера Шифа и верит в то, что биткоин является защитным активом. Короче, Тон Уэйс наш пацан. И кто считает так же, обязательно ставит лайк. Что же касается движения цены биткоина прямо сейчас. Мы упираемся в 50-дневную скользящую среднюю на 7400. И от нее получаем закономерный откат вниз. Цена может снизиться до предыдущего сопротивления, которое теперь является поддержкой на уровне в 6800. После чего делаем разворот и отправляемся штурмовать в 8000 и выше. Но кроме графика, биткоин должен сломать корреляцию с фондовым рынком. Видимо, Тон Уэйс не смотрит мои видео и ролики других авторов, кто рассказывал о корреляции последние полтора года между биткоином и индексом S&P 500. Для него это стало открытием. И сейчас Тон уверен, что пора биткоину проявить себя и показать, кто тут папа. Поэтому во время следующего падения S&P 500 биток не должен устраивать сильный обвал, потому что в его понимании медвежий рынок окончательно закончился 13 марта 2020 года на цене 3800. Вместо этого биток должен выдержать удар и перейти в фазу роста, как и положено, защитному активу. Мне как криптоадепту очень нравится такой сценарий, но посмотрим, что думают другие наши гости. Пришло время для позитива. А это значит новый прогноз от DaVinci J15 на канале MMCrypto. DaVinci уверяет, что цена биткоина пока еще находится в отличной зоне для покупки на долгий срок. Это от 4000 и примерно до 7800. При этом DaVinci уверен, что ниже 4000 мы наконец-то поставили дно и больше никогда не увидим столь дешевых цен. А правильнее сказать, ни DaVinci, ни Крис очень не хотят видеть такой дешевый биток когда-либо. Далее он предсказывает рост до 9000, который может произойти как до конца апреля, так и даже на этой неделе. Но точнее DaVinci не знает и предупреждает, что после роста почти до 7400 должны сходить вниз. И прямо сейчас покупать не стоит. И как любит говорить, этот обаятельный парень не нужно гоняться за рынком. Следует ждать, пока он придет к тебе сам. Так что садимся удобнее, ждем рынок и смотрим, что будет с ценой биткоина во время халвинга. Санни Декри решил, что пусть всякие тонны Уэйса и DaVinci предсказывают, куда пойдет биткоин прямо сейчас. А он сразу определит цену во время халвинга, до которого осталось чуть больше месяца. Проведя собственный анализ цены во время предыдущих халвингов, он пришел к выводу, что за эти дни курс должен вырасти на 9%. Таким образом, цена биткоина должна быть ровно 8000 долларов в день халвинга. И Санни Декри уверен, что график предыдущих халвингов врать не может. И данный прогноз точно сбудется. Свой оптимизм трейдер подтверждает ростом популярности поискового запроса в Google Биткоин Халвинг. Хотя он и предупреждает, что сейчас биточек продолжает коррелировать с индексом S&P500. Поэтому нужно смотреть не только на цену первой криптовалюты, если решите открывать сделку. А дальше по плану у нас конкурс. И потом я скажу, что думаю касательно S&P500 и биткоина в качестве защитного актива. Апрельский сезон. Лиги прогнозов Коинпост теперь точно апрельский. И постоянные зрители канала точно поняли, к чему эта отсылка. Начинается прямо сейчас. Мы снова проведем несколько игр с призом 100 тысяч сатоши в биткоинах. После чего для тех, кто примет участие хотя бы в одной обычной игре, будет супер розыгрыш с призом в 1 миллион сатоши. Напоминаю правила конкурса. Нужно быть подписанным на наш ютуб канал и канал в телеграм. А также зарегаться в боте Лига прогнозов Коинпост. Ссылка прямо под видео. Далее. Я прямо сейчас сообщу на какой день и время следует дать свой прогноз цены биткоина. И вы отправляете его в боту. Участвуют только те прогнозы, что были оставлены в боте в течение 48 часов после публикации видео. Кто напишет свой вариант цены в комментариях к ролику, не станет участником конкурса. Итак, мне крайне интересно и не спрашивайте почему. Какой будет цена биткоина в воскресенье, 12 апреля. Время 15.00 по Москве. При выборе победителя мы используем среднюю цену на Коин Маркет Кап. Всем желаю удачи. И напоминаю, что ссылка на бота для участия в конкурсе прямо под видео. Итак, сегодня видео индекс S&P 500 вспоминался чуть меньше, чем биткоин. Атон Уэйс считает, что прямо сейчас биток должен стать защитным активом и показать, что он растет, когда фондовый рынок падает. Мое мнение, что 13 марта, когда цена биткоина упала до 3800 и затем его откупили до 5600, было лучшим доказательством того, что биткоин уже является защитным активом. Потому что продавали те, кто поддался панике всеобщей распродаже на всех рынках. И те, кому банально нужны деньги для жизни и поддержки бизнеса здесь и сейчас. А покупателями наоборот выступили люди и компании, которые заранее подготовились к возможному кризису. И сейчас они используют сложившуюся ситуацию, чтобы извлечь из нее финансовую выгоду. И еще я не очень хорошо настроен касательно шансов развернуть фондовый рынок здесь и сейчас, несмотря на вливание триллионов долларов в экономику. Покупатели акций ловят волну позитива от действий властей. Но что они скажут после начала публикации отчетов о потерях прибыли ведущими компаниями? Поэтому у нас есть шанс скатиться в еще одну великую депрессию, о чем рассказывал недавно в отдельном ролике. И пока все говорит в пользу того, что после снятия карантина экономика не восстановится, а наоборот рухнет. Нужно больше контента? Загляните в наш телеграм-канал, где мы каждый день рассказываем актуальные новости. Ссылка под видео. А на этом сегодня все. Спасибо за просмотр. Канал Коинпост. Подписывайся и просвещайся.